Приветствую вас. Сразу отвечаю вам на наш вопрос, который вы задаете, ну, значит, попробовать можно, конечно. Возможность построить отношения с таким человеком у вас, конечно же, есть. Или на возможность. То есть попытаться, попробовать. Да, это можно. Но, Татьяна, вряд ли это будут отношения, связанные с эмоциональной близостью. Вряд ли это будут отношения, связанные с любовью, с уважением, с принятием другого, таким, какой он есть. Это будут отношения, скорее, коммерческие, скорее по расчету, скорее взаимовыгодные. В психологии существуют два понятия отношений, два вида отношений. Первое отношение называется комплементарное, когда люди просто делают для другого, ну, партнеры, супруги делают для друга то, что им нужно. Да, то есть, вот, одному супругу, например, нужно одно, и чем-то для него делают. А остальное супруг, видите, что другому нужно другое, именно другое. Просто делать это для него. То есть, никто не смотрит на такие вещи, как объем, там, количество того, что нужно сделать для человека. Вот, и существует другой тип отношений, где, ну, где описать можно взаимодействие примерно дальше, но дальше. То есть, ты для меня что-то сделаешь, потом я для тебя что-то сделаю. Такая вот история. И мне кажется, что у вас будут именно такие отношения. Вы просто, понимаете, если человек вас раздражает, именно раздражает, если он вам не нравится, да, то с этим еще что-то сделать можно. Ну, то есть, можно определить, выявить, почему он вас раздражает, например. Ага, можно, допустим, как-то вот отследить, да, причину, по которым он вас раздражает. Ага, возможно, это связано с вашим каким-то прошлым опытом, вот, возможно, это связано с тем-то еще, о чем мы не знаем. Но в любом случае, опять же, в психологии считается, что любое раздражение, любая эмоция имеет свою причину. Так, и эта причина, она так или иначе подлежит раскрытию, да, да, то есть, если есть причина раздражения, да, то это можно и нужно раскрыть. Необходимо раскрыть, да, да, просто потому что, просто потому что, чтобы вы поняли, что дело не в мужчине на самом деле. Дело не в мужчине, дело, скорее, в вас. Дело именно в вас, в том, как вы воспринимаете человека. Вот. Это вот то, что можно вам сказать по поводу нашего первого вопроса. Дальше, значит, ну, если человек изначально раздражает во всем, как говорится, с акцентом, шапкает, двигается, вот это, в принципе, можно подкорректировать, да, потому что это прошлый опыт. Но, если вас в его присутствии часто клонит в сон, это говорит о том, что он вам неинтересен. То есть, вы, грубо говоря, вы не совпадаете друг к другу. Ну, можно сказать, в биологических ритмах, например, можно использовать такое выражение. Вы не совпадаете с ним по темпераментам, возможно. И это уже куда более серьезная проблема на самом деле для вас. Потому что несовпадение по темпераментам, это вообще не, ну, не исправить так быстро, так легко и так просто. Несовпадение по темпераментам, да, несовпадение по темпераментам, это уже на уровне вашей личности работает. И если это работает на уровне вашей личности, то вряд ли это можно изменить без серьезного вреда для вас. То есть, например, вряд ли это можно изменить, не наручая вашу целостность. Понимаете, какая история. Вот. Поэтому мне кажется, что вот, если вас клонит в сон, ну, вот, с этим человеком, да, если вас клонит в сон, то, соответственно, нужно смириться с тем, что клонить вас в сон будет всегда, скорее всего. Если только вы не нацелитесь на его какие-то интересы, если только вы не нацелитесь на его какие-то взгляды, если вы не попытаетесь сделать его интересы, да, если вы не попытаетесь сделать его ценности своей. То есть, если вы не попытаетесь вовлечься в то, что человек, например, говорит, в то, что человек, например, делает, в то, что человек, например, совершает, да, какие поступки совершает и так далее. Если вы не попробуете проникнуться к нему чувствами Если вы не попробуете разделить то, что он чувствует Если вы не попробуете этого сделать То вас так и будет всегда клонить в сон Хорошо ли это для вас? Нет, для вас это нехорошо Хорошо ли это для ребенка? Нет, и для ребенка это тоже нехорошо Потому что ребенок будет чувствовать отчуждение своих родителей То есть он будет чувствовать, что между ними есть отчуждение Ну, это в общем и целом нужно понимать Ну, опять же, вопрос здесь встает о том Насколько вы будете счастливы сами Ну, в таких отношениях Насколько вы будете, ну, я не знаю, гармоничны Насколько вы будете удовлетворены Насколько вам будет хорошо Насколько вы будете чувствовать себя комфортно В таких вот, в такого рода отношениях Вот, это все вопросы На которые нужно Обязательно Найти ответ Вот Потому что Вам все-таки Как я понял Предстоит Ну, с этим Мужчиной Выстраивать Какие-то отношения И мне кажется, что Ну, будет лучше Если вы Сразу вот эти вот вещи Все для себя Проясните Тем более, если у вас будет ребенок То Ребенку нужно, чтобы У него была Гармоничная семья Гармоничная Например, мама Да Счастливая мама И так далее Вот Дальше Значит, вы пишете Дело в том Что Мне 31 год Врядки говорят Нужно Срочно Рожать Было Две Операции Ну Понимаете Какая История Значит Действительно Врачи Очень Часто Говорят Такую вещь Что Вот Нужно Рожать Нужно Быстрее Рожать И так далее Да Сейчас Согласен Вопрос На самом деле Немножечко В другом На мой Граф Вопрос В другом Зачем Рожать Вам уже Выдавали этот вопрос Я думаю Что Его Нужно Поднять Еще Раз Зачем Рожать Вот Так Как Это Делаете Вы То есть Родить Просто Для того Чтобы Родить Да Как Будет Чувствовать Себя Ребенок Как Он Будет Жить Понимаете Львы Что Вы Или Спрашиваете Так Вам Будет Постараться Понять Что Из этого Из того Что Вы Хотите Об Ребенка Вы Можете Получить Для Себя Самостоятельно Да Да То есть Именно Самостоятельно Без Привлечения Ребенка К Этому К Этому Самостоятельно Вам Ничего Не Долго Далее Он Заботлив Обеспечен Хочет Ребенка Ну Это Мало Что Он Заботлив Обеспечен Перед этим Были Отношения В В В В Лет Человек Много Обманывал Изменял Хоть Я И Любил Так А это У Вас Были Отношения Я Так Понял Да Человек Человек Изменял Обманывал Хоть Вы И Любили Ну Вы Знаете Мне Представляется Так Что Здесь У вас Зарешивается Проблема Самооценки В первую очередь То есть Мало того Что Вы Восемь лет Потратили На Того Кто Вас Судя по всему Не ценил И на Того Кто Судя по всему Не хотел Брать ответственность За вас Мало Того Что Вы Побратили 8 лет Своей Жизни На Этого Человека Так Вы И Теперь От Него Хотите Забеременеть Вот Мне кажется Это Проблема Больше Самооценки У вас Какого Страха Одиночества Страха Быть Брошенной Вот Чем Реальная Потребность Стать Матерью И Реальная Потребность Быть С Человеком Причем Может быть Вы И хотите С ним Быть Может быть Но Вызывают Вопрос Зачем Для Чего Вы Хотите С ним Быть Понимаете То есть Если Вы Его Любите Как Вы Говорите Да Вы Говорите Что Я Его Люблю Ну Любила Хоть Я Любил Вот Вот Вы Его Любили Но Теперь Он Вас Разражает Здесь Опять Непонятно При Любви Разражение Быть Не Может Вы Говорите Что Он Мне Изменял Обман И Так Далее Опять Момент Если Вы Любите То Вы Принимаете Человека Вот Так И Все То Это Как Б Нет Других Вариантов У Вас Принятие Человека Нет Нет Вы Его Как Будто До Конца Не Принимаете Вот Другими Отношениями Не Получилось Построить Что Оказывалось Что У них Есть Еще Кто И Некоторые Настораживали Особенности Моего Характера Я Веселый Но Активный Немного Встыльчивый Знаете Мне Думается Что Вы И не Хотели Строить Отношения Другими Людьми Другими Мужчинами Потому Что Либо Вы Были Ориентированы На Этого Человека Всегда Потому Это Все Так Восем Лет Как Срок Большой И Вы Никогда Не Вы Никогда Не Освобождались От Него Ну От От Отношений С ним От Отношений С Этим Человеком С Этим С Этим Мужчином Вот Вы Никогда Не Освобождались От Него То Вы Не Были Слободными Не Были Свободными А Если Вы Не Были Свободными То Вы Соответственно И Если Вы Не Были Свободными То Вы И Отношения Полноценные С Другими Подстроить Никак Не Могли Потому Что Отношения Строятся Не Так Понимаете Отношения Отношения Строятся Только Догна Когда Человек Открыт Для Ну Для Нового Человека У Вас Мне Кажется Статка Такая Что Были Постоянные Сравнения Постоянные Возвраты К Ну Вот К Человеку И Так Далее Это Не То Подспорье Которое Может Помочь Вам Выстроить Действительно Хорошее Отношение С Другими Мужчинами Ну С Кем Бо Ни Было Вообще Вот И Конечно же Конечно же Нужно Понимать Как Вы Строили Отношения Зачем Вы Строили Отношения С Какой Цель Вы Строили Отношения Вот И Соответственно Увидеть Нужно Те Причины Да Те Причины Которые Привели Вас Вот Ну Вот В Это В В Это Состояние Когда Все Партнеры Которые У вас Были Они Оказывались Либо Несвободными Да Либо Значит Какими-то Недоступными Для вас И так далее То есть У этого Есть Тоже Своя Причина У этого Есть Тоже Своя Основание Как правило Эти Основания Могут Быть Такие Что Вы Для Галочки Пытались Построить Отношения Другим Мужчинам У вас Не Получалось И вы С чистой Совести Возвращались К прежнему Либо Вы Вообще Боитесь Близких Отношений Эмоциональных Отношений Вот И Через Только Вот Такую Советенность Отвергность Вы Можете С Человеком Взаимодействовать А вот На другой На более Свободной Более Независимой Более Партнерской Основой Вы Взаимодействовать Не можете Потому что У вас Нету Этой Гармонии В себе Таким Обратом Я могу Сделать Вывод Что И Ребенок Для Вас И Мужчина Для Вас Это Все Средство Для Того Чтобы Достичь Того Что Вы Хотите Ну Я Не Знаю Может Семьи Может быть Там Какого-то Статуса И так далее Потому что Здоровье Здоровье Ваше здоровье И Возможность Родить Ребенка Ни В коем Случае Не Должны Влиять На Рождение Самого Ребенка Потому что Ребенка Рожают Не Тогда Когда Это Нужно А Тогда Когда Это Происходит И Ребенка По Желанию А Когда Медородителями Все Хорошо Когда Они Любят Друг Друга Когда Они Принимают Друг Друга Когда Они Действительно Готовы Оба Стать Родителями А В вашем Случай Ситуация Такова Что Своему Мужчине Вы Доверять Не Можете Потому Что Он Обматывал Много Раз Обманывал Вас Да И Изменял Вас Вот Соответственно С другими Мужчинами У вас Тоже Не Получается Отношения Построить Ну Судя По Сему И Получается Что Этот Мужчина Он Для Вас Что Что Вроде Последнего Шанса А Это Неправильно Понимаете И Ребенок Для Вас Это Тоже Что Вроде Последнего Шанса Что Тоже Не Я Я Желание Выстраивать Отношения С Этим Человеком Да Перед Этим Я Б Перед Этим Поработал Б Именно Вот С Вами С Вашими Установками С Вашим Внутренним Миром С Вашими Желаниями Уверены В себе И Страх Вот Мне кажется Что Данные вещи Являются Первостепенными Вот А уже потом После Этого Можно будет Говорить О Том Что делать Дальше Ну Вам Что вам Делать Дальше Вот Потому Что Если Если У вас Нет Внутри Гармонии С С С С Если У вас Нет Внутри Гармонии С С С С С С Можно Сказать Что И Другими Людьми С Другими Людьми Гармонии У вас Тоже Не Будет В том Числе И С Этим Мужчином Понимаете Вот А Что Кажется Самооценки То Здесь Ситуация Так Такова Что Я Сделал Этот Вывод С Возвращение На Самоценку Потому Что Мужчина Относился К вам Очень Ну Так Негативно Достаточно Но Он И Вас Как-то Обманывал И Так Далее Так Далее Так Далее Вот И Вы Как будто Вы В общем В целом Все Равно С Ним В Отношениях Находились То Есть Меня Вот Этот Вопрос Интересует Зачем То Восемь Восемь лет Вы Обратили На Человека Знаете Очень Похоже На То Очень Похоже На То Что Это Созависимое Отношение С С С Муж И Соответственно От Любой Созависимости Нем Избавляться Да И Уже Уже Потом Можно Значит Ну Что-то Делать У Либо Можно Как-то Выстраивать Отношения Более-менее Адекватные Такие Чтобы Они Ну Хотя Б Приносили Вам Наслаждение И Удовольствие А Не Вот То Что Происходит Сейчас Вот На Мой Вгляд Да Значит Так По По Поводу Того Что Некоторых Настораживали Особенности Вашего Характера Что Вы Веселые Активные Здесь Мне кажется Вообще Как-то Странно Потому Что Если Человек Настораживает Ваш Хар-характер Да Что Это Говорит В первую очередь О Непринятии Им Вас То есть Он не Понимает Вас Такой Какая Вы И Соответственно Можно Не Говорить В этом Случае О том Что Это Ваша Проблема Нет Нельзя Нельзя Говорить О том Что Это Ваша Проблема Никак И Вопрос В том Как Вы Воспринимаете Тот Факт Что Вы Такая Активная Веселая И Тогда И Не Я 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 Сказал Ну Своего рода Своего рода Защитой Вот Своего рода Защитой Психологической От Сложностей Которой Ваша Жизнь Имеет Место Быть Вот Я Думаю Что Примерно Так Вот Можно Вам Ответить На Ваш Вопрос Что Я Вам Хочу Сказать Я Вам Хочу Сказать Прежде Чем Выстраивать Отношения С Этим Мужчиной Обязательно Обязательно Подумайте Что Этот Мужчина Делает Для Вас Что Он Может Делать Для Вас Удовлетворяет Леон Ваши Потребности Мужчина Насколько Человек Ориентирован На Вас Насколько Человек Знает Вас Почему Вы Считаете Почему Вы Думаете Что Если Он Вам Изменял Например Раньше И обмазывал Вас Что Сейчас Ситуация Будет Ну По Другому Почему Вы Так Считаете Из Чего Вы Так Считаете Как Правило Мужчины После Того Как Женщина Беременеет Мужчина Еще Больше Расслабляется И Перестает Его Уважать Если До Этого Уважения Не Был Поэтому Не Нужно Те Семьи Иллюзия Что После Рождения Ребенка Будет Лучше Или Что Мужчина Не Будет Вам Изменять Если У Вас Будет Ребенок Это Не Так Подумайте О том Для Чего Именно Вам Это Все Нужно Подумайте О том Для Чего Вам Ребенок Нужен Подумайте О том Почему Другими Мужчинами У нас Не Получалось Отношения Ну По Какой Причине Не Получалось Отношения Вот И так Далее Вот Обо Все Этом Подправиться Подумайте Понимаете Потому что Ребенок Не Не Средство Ребенок Это Человек И Когда Он Придет В мир Когда Придет В мир И Единственное Придет В мир Ну Чтобы Этот Мир Дал Ему Возможность Стать Полноценных Личностей А Не Не Быть Для Него Проблемами Слошными Понимаете То Что Вы Хотите Для Твоего Ребенка К сожалению Больше Ассоцируется С проблемами Недельчем Чем Хорошим Вот Ну Ну И Не Стоит Забывать Такую Важную На мой Гляд Деталь Как То Что Вы Не Не Любите Своего Мужчину Сейчас Как я Понял Он Вас Разбражает И Прочее 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 У вас Что К Нему Вот Нельзя Исключать С того Факта Что Однажды Вы Можете Влюбиться В кого-то Другого Что У вас Большой Риск Появления Любовников Из-за Того Что Ваш Мужчина Вам Ну Не нравится Не по-другому И О какой Семье Тут Может быть Речь Ну Я имею ввиду Полноценной Семьи О какой О счастливом Ребенке О счастливой Вас Знаете Да и на мужчину Я думаю У вас Есть Обида Другое Дело Если Человек Действительно Хочет Измениться Другое Дело Если Человек Например Помещается Сходить К психологу И Разобрать Причины По которым Он Ну Вот Вас Обманывал Столько Время Да ведь Обман Это Тоже Непринятие Себя Вот Если Такая Теория Будет То Да Да Все нормально То есть Вам От мужчины Нужно Видеть Обязательные Условия Того Что Он Готов Меняться Что Он готов Что-то Делать Что Он готов Становиться Другим Он Понимает Что Было Неправильно Если вы Сомневаетесь То На Эмоциональные Отношения Лучше Не надеяться Вот Ну У вас будут Отношения Просчетов Это Нехорошо И неплохо Просто Вопрос Готовы Готовы Либо К ним То есть Ну Понимаете Либо Что Это Такое И Уверены Либо В том Что Это Вас Удовлетвает На этом Все Я надеюсь Что помог Вам Если Если У вас Остались Дополнительные Вопросы Вы Можете Написать Мне В личку Я буду Рад Помочь Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Я Вам Желаю Всего Самого Доброго И Удачи Продолжение следует